Привет, с вами Цица Уайт и мы продолжаем курс Blender для пользователей ММД. В прошлом видео мы научились импортировать модель, а сегодня я покажу вам, как ее экспортировать обратно в ММД. Хотя кому это нужно, блин? Кстати, я так затянула с видео, что, наверное, когда оно выйдет, Blender уже релизнется. Так что я больше не буду показывать способ для версии 2.79, хотя там почти и нет различий. Помните, в прошлом видео я говорила, что важна структура? Так вот, она очень важна, иначе вместо модели вы получите кучу ошибок. Если вы импортировали базу в формате PMX, ну или PMD, создали для нее окей, кутюрье, цирюльник, хорошую одежду и волосы, и хотите просто отдельно экспортировать это, то тут попроще. Вы можете привязать одежду прямо здесь. Для удобства нажмите Attached Model, все объекты присоединятся как дочерние. Тогда можно по желанию скрыть саму базу и при экспорте нажать только видимые объекты. Также во вкладке объекта можно добавить собственное ритми. Для этого откройте окно редактирования текста в Блендере, надеюсь, вы это умеете. Нажмите Новое, дайте внятное название файлу и напишите все, что вашей душе угон. Если нужно, чтобы японская и английская версии отличались, создайте два файла. Кстати, если есть проблемы с иероглифами, то убедитесь, что у вас стоит галочка в настройках. Другое дело, если вы хотите переконвертировать модель, например, из XNA LAR, он же XPS. Для этого нужен специальный аддон XPS Tools, но это совсем другая история. Там уже есть скелет, так что можно просто нажать конверт и появится родительская пустышка, которую уже можно отправлять прямиком в MMD. Другое дело, что скелет не совсем подходящий, как минимум надо переименовать кость, добавить IK. Это можно сделать в MMD Tools Helper, но он не адаптирован еще для новой версии Блендера. И не знаю, будет ли адаптирован. Можно самим написать скрипт или сделать все руками, но это опять же совсем другая история. Ну и последний вариант, когда нет скелета, есть только Mesh, например, из OBG. Если вы не хотите добавлять полный скелет, просто добавьте одну кость. Либо на вкладке MMD, либо через Add Armature, Create MMD Model, Perfect English. А затем вас попросят ввести название на японском и английском. Ага, как же, будете вы на японском вводить. Угу. Кириллицу использовать не советую. Также размер, точнее масштаб. Стандартный размер MMD в блендере становится огромным. Так что можете ввести 0,1, как и при импорте. Только не забудьте потом увеличить масштаб при экспорте. Создается обертка и скелет с одной костью. Теперь нужно присоединить Mesh к кости. Для этого либо перетащите в аутлайнере с зашатым шифтом, либо выберите сперва Mesh, затем скелет и нажмите Ctrl-P. Можно выбрать с автоматическими весами, либо с пустыми группами. И тогда автоматически создастся модификатор Armature. Но если выбрать добавить как дочерний, то модификатор не создастся и вам придется добавить его вручную. Советую просто привязать все вершины к одной кости до лучших времен. Еще пару слов о материалах. При конвертации материалы могут испортиться. Ну, они точно испортятся. Существуют целые ноды, отвечающие за все это. Но чтобы изменения были и в MMD, обратите внимание на свитки здесь, внизу. Именно тут можно и нужно установить название материала, текстуру, цвет и прочее. Если вы сделаете это только внутри самого блендеровского материала, при экспорте все это потеряется. Когда материалы настроены, можно и нажать заветное экспорт модел, либо через файл экспорт. Ну что я вам объясняю, вы же взросленький, уже сто раз там бывали. И нужно выбрать масштаб. Если изначально он был 0,1, то поставьте 10, чтобы модель не была крошечной. По умолчанию стоит скопировать материалы. Это очень удобно. Будет создана папка Textures. При желании можно отсортировать материалы, вершины, даже выключить сферу. Ну и только видимые объекты, о чем я уже говорила. До создания лого. Кстати, не забудьте экспортировать модель в понятную папку, чтобы не было путаниц. В принципе, вот и все. Если все сделать правильно, то проблем возникнуть не должно. Но если они все же возникли, вы можете написать мне, и мы вместе разберемся. Только, пожалуйста, внимательно посмотрите это видео, возможно, несколько раз. Потому что если у вас возникли проблемы, которые здесь описаны, то мне будет не очень приятно отвечать сто раз одно и то же каждому. А пока что все. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok